В 2021 году на Gamescom впервые показали Lies of P, игру от южнокорейских разработчиков, которая сочетала в себе мрачную атмосферу викторианского dark fantasy, драматичную музыку и динамичный геймплей в жанре souls-like. Тогда по ранним кадрам только ленивый не сравнивал её с Bloodborne от From Software, окрестив клоном игры, который появился, чтобы утолить кровавый голод фанатов Bloodborne. Так, в общем-то, сделал и я, потому что я как раз тот самый утомлённый фанат ББ. Не с честь, сколько времени я потратил её на саму игру, её реплей, чаши, фарм и на изучение её лора на форумах и ютюбе. Для меня она точно входит в топ-3 любимых игр на все времена. Так что игру, которую напрямую сравнивали с Bloodborne, у меня не было шанса пропустить. Лайс оф пи — это авторская интерпретация историй о Пиноккио и Джепетто в таком викторианском dark fantasy сеттинге. Такое прочтение истории, которое больше известно нам как детская сказка, довольно необычно. Наш главный герой, сам Пиноккио — марионетка. Не деревянная, правда. Механический человекоподобный мальчик с внешностью у Тимоти Шаламе пробирается через опасный город Краат, который оказался разрушен восстанием марионеток. Сам сюжет в этом моменте отчасти банален, ведь замес в городе — это восстание человекоподобных и не только роботов, которые сначала были на верном служении у людей, а затем стали охотиться на кожаных ублюдков и теперь все улицы усеяны телами людей, растоптанных металлическими тварями. В этом игра тоже напоминает опять-таки Bloodborne, где город Ярнам был усеян трупами людей, а по переулкам бродили чудовища. Местные противники — марионетки, механические монстры разных размеров. Перемещаются они с таким дерганным движением, как поломанные куклы, у которых то и дело заедают механизмы и шарниры, а головы могут проворачиваться на 360 градусов. Признаюсь, это отлично играет на создание пугающей атмосферы. Когда такая хрень с рваными, как у японских призраков, движениями выползает на тебя из темноты, впечатления гарантированы. По ходу развития истории Пиноккио знакомится с другими персонажами, девушкой Софии, которая может говорить с марионетками благодаря особой связи. У нее же мы прокачиваем уровни героя, и да, опять-таки, похоже, похоже. Потом ищем отца слэш-создателя Джепетто, ну и так далее. Диалоги со всеми персонажами тоже выполнены в традициях жанра, с такой театральной риторикой, знаете. Все доносится через интонации персонажей, а не через их мимику или движение. Наиболее интригующей частью сюжета является то, что в качестве игровой механики использована отличительная черта Пиноккио – умение врать всем подряд. На протяжении всего сюжета перед вами будет то и дело вставать моральный выбор, когда за короткое время нужно будет сказать правду или ложь. Во многих случаях вы окажетесь в ситуации, где сложно будет выбрать – сказать правду или солгать. В зависимости от того, сколько правды или ложи вы в итоге скажете, зависит и развитие сюжета, и меняется концовка, и открываются некоторые секреты. Lies of P – это большое любовное письмо к Bloodborne. Это факт. Не заметить сходства, как я уже говорил, невозможно. И в дизайне, и в музыке, и в том, как поставлены некоторые анимации, и как общаются некоторые персонажи. До чего уж там. Есть практически прямые цитирования игры Миядзаки, но только в начале игры, как такой фансервис для голодных охотников. Чем дальше вы, однако, продвигаетесь по истории, тем меньше этого цитирования и референсов будет, и тем чаще вы будете смотреть на Lies of P как на самостоятельное произведение. Её лор развивается совсем иначе, вас ведут по игровым локациям совсем по-другому, да и в целом в некоторых моментах игра куда дружелюбнее выстраивает коммуникацию с игроком. Тут есть даже подробные гайды о том, как устроены механики игры. Вас научат пользоваться оружием, расскажут, как работает система фонарей для телепортации, даже поставят тренировочные манекены, на которых вы сможете безопасно опробовать своё оружие и изучить тайминги и систему парирования. У вас даже будет свой карманный друг, проводник, который будет подсказывать вам, куда нужно пойти дальше. А в меню фонарей для телепортации любезно подсвечивают иконками тех персонажей, с которыми нужно поговорить в той или иной локации. Удобно? Да удобно, конечно. Куда понятнее для игрока, чем тыканье в темноте наукат, как в играх From Software. Но я думаю, что такой гайдинг некоторые игроки сочтут даже слишком дружелюбным и неуместным для жанра, которым надо превозмогать. Но не спешите обманываться. Всё же сама игра часто будет класть вас на лопатки. Основу геймплея Lies of Peace составляет боёвка, которая на первый взгляд ничем не отлично от традиционной соус-системы. Парируй, перекатывайся, бей. Поначалу бой идёт довольно медленно и методично. Вы изучаете схемы атак противника, решаете, когда лучше атаковать или блокировать. Однако по мере продвижения по игре, боевая система постепенно ускоряется и усложняется. Каждое оружие имеет два специальных суперприёма. Они могут быть атакующими, наносящими урон по противнику, защитными, помогающими противостоять вражеским атакам, или универсальными, дающими временное увеличение силы. Кроме того, в игре есть рука легиона. Вторичный инструмент, превращающий левую руку вашего персонажа в разнообразное стилизованное оружие. Это и крюки, и огнемёты, и щиты, и электрошокеры. В начале ваша рука обладает самыми базовыми способностями, но их можно будет усовершенствовать, добавляя новые, которые позволяют уничтожать марионеток за считанные секунды. Одной из самых интересных боевых механик в Lies of P является идеальное парирование, идеальная защита. Если вовремя делать блок в тот момент, когда противник собирается нанести удар, то можно заблочить весь полученный урон и потерю выносливости. А если блокировать достаточно атак подряд, противник станет уязвимым для ошеломления и будет открыт для добивающего приёма. Однако за все эти эффектные механики придётся платить. Оружие ближнего боя имеет счётчик прочности, который уменьшается по мере нанесения ударов по врагам или при блокировании атак. По мере уменьшения счётчика оружие будет наносить меньше урона. Это можно исправить с помощью точильного камня, который у Пиноккио всегда под рукой, буквально. Он в руке Легиона и если оружие затупилось, его можно быстро наточить с эффектной анимацией. Кроме того, в игре есть механика сборки оружия, прокачки навыков, прокачки руки, улучшения оружия, да и много чего ещё. Обо всех этих функциях игра вам тоже любезно и подробно расскажет в гайде. Геймплей и сложность игры не уступают конкурентам в жанре. Вы сможете часами не отрываться от игры благодаря обилию контента и, конечно, возможности новой игры Плюс, которая позволит вам пройти игру заново со всем снаряжением и статами, приобретёнными во время первого знакомства с игрой. Я стал поклонником Lies of P ещё когда играл в раннем доступе пару месяцев назад. Но сейчас, когда я сыграл в полную версию игры, я просто очарован и при любой возможности в свободное время возвращался к игре и залипал в ней на часы. Несмотря на то, что я сказал в начале видео, что я большой фанат Bloodborne, я не могу назвать себя прошаренным игроком Souls-like жанра в общем. Я не прошёл ни одной из тёмных душ до конца, потому что меня не цеплял сеттинг. Так что, сталкиваясь с трудностями в игровом мире, который не затягивал меня, я, конечно, был склонен скорее выключить игру, чем пытаться в превозмогание. Но именно в этом случае меня увлекает игровой мир, его атмосфера, арт, музыка, и даже несмотря на то, что в игре не так много оригинального, на первый взгляд, это не мешает. Знаете, на ранних этапах игры может сложиться впечатление, словно тебе по памяти пересказывают то, каким был Bloodborne, но по пути что-то додумывают от себя. И вот это, наверное, наиболее точное описание первых двух-трёх часов игры. Я не знаю, как закончить это видео, оно не совсем обзорное, я скорее делюсь своими впечатлениями и рассказываю, что мне понравилось в этой игре. Так что ставить игре оценку вообще как-то тут неуместно. Просто, пожалуй, скажу, что если вам откликается то, что я рассказал об игре и как отзываюсь о Bloodborne, то попробуйте поиграть. А если вы просто ищите какой-то вызов в очередном соус лайке, то тоже попробуйте. Игра отлично сработает в обоих случаях, и фансервис есть, и как самостоятельное произведение работает отлично. Как-то так. Напомню, что такие вот видео на моём канале об играх, о которых я раньше не говорил, особенно нуждаются в поддержке, так что лайк и коммент очень будет кстати. Спасибо. Спасибо.